Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне! И сегодня я делаю быстрый и легкий торт. Данный торт можно сделать и на бисквитной основе, или облегчить процесс приготовления, как это сегодня сделала я. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто хочет быстро и вкусно порадовать своих гостей и близких. На приготовление данного торта у меня ушло буквально 20 минут. Не будем долго затягивать, начнем готовить. Для данного торта мне потребуются следующие ингредиенты. Шоколад. Обычный темный шоколад без каких-либо вкраплений. Часть шоколада я натерла и он у меня пойдет в основу. А часть я растоплю с молоком и добавлю в творог. Также мне еще потребуется желатин, который я уже замочила холодной водой. Сливочное масло. Любое рассыпчатое печенье. У меня юбилейное, я его сама очень люблю, поэтому его и взяла за основу. Жирные сливки. У меня 33%. Также творог с сахаром. Творог у меня 20%. Тоже можно любой жирный творог. 18% также подойдет. Клубника свежая. А, ну и про шоколад с молоком я уже говорила. Начнем мы с основы, поэтому для начала нам нужно печенье. Растолочь печенье в крошку можно любым удобным для вас способом. Для меня это скалка и пакет. Крошку переносим в чашу, где нам будет удобно перемешивать. Сюда же всыпаем шоколад. Ставим сливочное масло в микроволновку растопиться. Масло растопили. Вливаем в смесь сыпучую. И перемешиваем. Все хорошо. Все перемешали. И теперь переносим основу в разъемную форму. У меня эта форма 21 см. Утрамбовываем на дне формы. По желанию в основу можно также добавить измельченный орех. Но это вот кому как нравится. Я считаю, что шоколада вполне достаточно. Этот вариант основы для данного торта прекрасно подойдет для тех, у кого проблемы с духовкой. Возможно, пока нет, может, духового шкафа. Либо дело происходит на даче. То есть ничего не нужно печь. Все быстро и просто. Также можно основу сделать из бисквита. Предположим, у вас остался корж шоколадного бисквита. Можете вот уложить на одну форму и сделать такой тортик. Все, отставляем в сторонку и займемся творогом. Для начала творог с сахаром мы разотрем погружным блендером. Теперь шоколад с молоком. Ставим на средний огонь и постоянно помешиваем, пока шоколад не растопится. Растопленный шоколад добавляем в творог. И опять все перебиваем блендером. Твороженая шоколадная смесь готова. Отставим ее в сторонку и займемся сливками и желатином. Сливки должны быть охлажденными. И прежде чем взбивать сливки, я поставлю желатин в микроволновку растопиться. Сливки взбиваю как обычно. Начинаю с маленькой скорости и постепенно ее увеличиваю до устойчивого состояния сливок. Растопленному желатину дадим немного остыть. А пока соединим сливки и шоколадно-твороженую массу. В несколько приемов на самой маленькой скорости миксера перемешиваем. Желатин остыл до 40 градусов. И теперь тонкой струйкой мы вводим желатин в массу. И на самой маленькой скорости миксера перемешиваем. Бортики формы я выстелила вот такой вот пленкой. Так как ацетатной пленки у меня нету, я использовала по совету моих подписчиков вот такую вот папочку. В любом магазине концтоваров они продаются. Буквально 3 столовые ложки смеси мы распределим по основе. И выкладываем клубничку. Заливаем все это оставшейся массой. Равномерно распределяем. По необходимости можно постучать по столу. Все, отправляем в холодильник на 3-4 часа. У меня торт постоял в холодильнике 5 часов. Полностью застыл. Теперь можно снимать. Торт с помощью двух лопаток можно легко перенести на удобную для вас поверхность. Оформлять мы особо не будем. Мы лишь посыпем тертым шоколадом. Все можно резать. Вот такой вот шоколадный июньский торт получился. По желанию сливки можно заменить на жирную сметану, а клубнику на банан. В общем, экспериментируйте, удивляйте и радуйте своих близких и гостей. А я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!